Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Василия Ломаченко против Теофима Лопеса. Бой состоится уже совсем скоро, 18 октября. Пройдет он в США. Но по сути все как обычно, в ночь, субботы, на воскресенье. Кто-то встанет очень рано, а кто-то вообще не будет ложиться спать и поспит уже после поединка. И начать я хочу с главного. В этом своем прогнозе я уверен очень сильно. Я думаю, что он зайдет даже в мельчайших деталях. Поэтому прошу вас, посмотрите это видео от начала и до конца. Не пролистывайте. И вы не пожалеете. Также еще я зашел на париматч посмотреть коэффициенты. Они там все никак не могут определиться, кто же однозначно победит. Василий Ломаченко или Теофима Лопес. Я уже для себя определился в результате и планирую сделать на париматч ставку. Но об этом я расскажу в другом видео. А сейчас просто хочу вам напомнить, что париматч всем новым игрокам дает бонус до 2500 гривен или до 100 долларов в вашей местной валюте. И бонус этот находится по ссылке в первом закрепленном комментарии под этим видео. Ребят, это понятно, что у каждого свой путь. Не все увлекаются ставками. Но если вы увлекаетесь ставками, то по-моему самое время именно сейчас зарегистрироваться на париматч. Ну что, теперь к бою. Чтобы нам понять, как конкретно поединок сложится, я может быть слишком высокий темп взял. Да, давайте пониже. А то, знаете, так как в магазине на диване тоже нельзя. Давайте поспокойнее. Чтобы нам понять, нам надо стиль Василия проанализировать, стиль Лопеса. И дальше понять, как они именно, как ключ к замку подходят друг к другу, как сочетаются. И начнем мы именно со стиля Теофима. Во-первых, есть пару очевидных моментов. То, что Теофима моложе на 9 лет. То, что он выше на 3 сантиметра. Но он не только выше, он и мощнее. Мы причем говорим не только о мышцах, мы говорим о костяке. То есть, природно, как бы, его габариты, его вес, его мощь, ну, они больше. Это понятно. Еще есть тоже забавный момент. То, что у Теофима объективно быстрые руки. Но не ноги. Такие у него волокна мышечные. То есть, он быстрый. И теперь давайте переходить к реально таким тонкостям. Многие считают, что бой Ломаченко против Лопеса, это вроде как техника против силы. Но это совершенно не так. Потому что Теофима Лопес, он не является силовиком. Если вы на него посмотрите, на его стиль бокса, обратите на это внимание. Он не идет вперед, и он не пытается перерубить своих соперников, сокрушить их своей мощью. Он боксирует абсолютно не так, несмотря на то, что он крупный, мощный. Да, это все правда. То есть, Теофима, он боксирует вторым номером. То есть, он стоит, перекрывается плечом. Может даже чуть-чуть теснить оппонента, но без фанатизма. Он не атакующий боксер. Даже если он ее вперед не торопясь, теснит. А он именно ждет действия оппонента, ждет его ударов. И от его ударов уже отталкивается. Он пытается или со своей атакой на удары противник выскочить, срезать его левой рукой. И вообще, очень остро левой рукой работает. Очень круто. Или пытается коротким ударом правой. Но это спортсмен, не силовик. А это на самом деле тоже технарь в рамках своей техники, который работает именно в контратаке. Второй момент, еще более интересный. Если мы посмотрим, какая рука у Теофима реально ударная. Ну, практически 80% ударов он наносит левой рукой. Если не 85%, может даже почти 90%. То есть, как говорится, как в советской школе бокса, что там левая, левая, левая это основа. Я не говорю, что Теофима великий боксер, но он реально работает практически именно левой рукой. Почему, вы не задумались, почему, будучи таким мощным, он резко бьет правой? На самом деле, это очень интересно с точки зрения техники. Я вообще хотел бы поговорить много об этом. Но я и скажу из реальности, то, что если я запишу видео на полчаса, ну не будете вы смотреть полчаса. Пролистайте, поэтому придется укорачивать. Короче, если кратко, то, когда люди, я встал, да, это может не так эстетично, но мне важно стуль показать. Когда люди стоят в стойке, то, понятно, левая нога впереди, правая сзади. Но можно стоять, более ноги как бы разводить, это правильно. А можно более как бы на одной линии стоять, у меня мешает стуль, не могу показать. Ну понимаете, на одной линии ступни. И вот у Теофима они именно такие и еще растянутые. И эта стойка растянутая на одной линии ноги, представляете? Это дает то, что левой рукой, он вроде плечом, все круто, черпает вас и сбоку, и снизу, и в печень, и так, и сяк. Очень круто, очень круто. Но правая рука, так как у него ноги на одной линии широко растянуты, то на самом деле тело, именно тело в этом ударе в правой руке, его ослуживается плохо. То есть он, таз его, как бы таз в таком положении, он не хочет вращаться резко, и нету легкости разворота в правой руке. Поэтому, просто обратите внимание, он бьет редко, ему этот удар дается как бы, ну тяжело, через силу, как бы он сквозь свои мышцы его проворачивает. И часто плечи не доворачивают, часто у него компонент руки именно большой. И тут сразу возникает вопрос, что, а если он так, типа, плохо бьет правой рукой, а что же он так шедеврально подбил Ричарда Коми? Да, он его подбил просто феноменально вообще. Опять же, на все есть ответы. Во-первых, у Ричарда Коми есть одна особенность, почему он его подбил, и о ней мы поговорим позже. А во-вторых, этот удар был близко, такой полупрямой, полубоковой. То есть не надо было тянуться туда никуда. То есть Коми как бы дистанционно сам наскочил. А Лопес буквально чуть-чуть руку выкинул, близко, и попал. Соответственно, Василий, как мастер ног, понятно, что он может создать все условия, чтобы Лопесу со своими ногами на одной линии, чтобы ему было максимально неудобно бить по нему правым прямым. Вот такой вот момент. Еще тоже последнее, что вот в Лопесе нам важно, именно мы не будем там на час разворачивать. Обратите внимание, Лопес, Теофим, он техничный, но это боксер малоподвижный. Вы видели, чтобы он динамично там по кругу двигался? Нет, у него выход неплохой, особенно с левым боковым. Но по сути он стоячий боксер. У него, судя по всему, нет большой выносливости, чтобы двигаться. Это важно. Я предлагаю на этом переходить к Василию Ломаченко. Опять же, можно его разобрать очень широко, но я не уверен, что вы будете это слушать там от и до. Поэтому важных, по-настоящему важных, есть два базовых момента у Василия. Первое, и многих это возмутит, то, что качество ударов у Василия на самом-то деле довольно среднее. Не сказать, чтобы сверхвысокое. Он бьет, что вот реально круто, он бьет коротко. То есть, без замахов, без лишних движений. Старт короткий, не видный. Это хорошо. Но если мы будем говорить о силе, о технике удара, именно с точки зрения вложения массы тела, ну, довольно средне. Но при этом Василий имеет просто невероятную работу ног. Просто космическую. То есть, это и техника, конечно, да. Но техники мало всегда. У него есть выход вперед-назад. То есть, он кого угодно может пережарить, пересалить именно ногами. И выносливость. То есть, ты можешь... Даже у Мэйвезера не было такой выносливости. Даже близко. А у Василия Ломаченко она есть. Но, опять же, она падает, возможно. Мы об этом поговорим отдельно. То есть, понимаете, база. Удары не самые сильные. Больше такие полуточки, возможно. Многие мне возразят, а как же он там делает нокауты. Ребят, это тема отдельного разговора. По сути, он делает нокауты, когда противник уже потерян. И есть возможность по нему идеально ударить. Но ноги, они компенсируют все. И я предлагаю резко как бы начать переходить к тому, как будет действовать Василий в бою. И как будет действовать Лопес в бою. Это первое. А второе тоже, что это принесет. В итоге, кто кого перевесит по эффективности. И мы заодно тем самым раскроем и более подробно еще стили каждого. Василий, он, исходя из того, что удар у него не сверхсилен такой, тычок во многом, но короткий зато. Но ноги просто шикарные. И техника, и выносливость. И он, по сути, ввел в абсолют свои вот эти заходы под разными углами. Это именно он ввел в бокс на самом-то деле. По-настоящему ввел. Так вот, он боксирует всегда абсолютно одинаково. Посмотрите, все бои, первые два раунда, что он делает? Он проводит разведку. И все, как бы, он строит на ногах. То есть, удары короткие, такие полудары, полутычки. Но самое главное, что он пришел, ушел. Ты его хочешь ударить, он ушел, сразу дернул, обманул, опять пришел с ударами. То есть, чистое фехтование, чистой воды. Вот, фехтовальщик. И, коротко, не так сильно, но, как бы, ощутимо неприятно воткнуть свой удар. Выбрасывает эти удары. И здесь есть очень интересный момент. Он ужалил из этого стиля ногами сверхподвижного. И его самая главная цель, это ужалить тебя в следующий раз как можно скорее. То есть, плотность боя. То есть, он тебя ужалил, ужалил. Ты только отмахнулся от него. Он ушел ровно вот на 5 сантиметров, как нужно. Что ты буквально там капельки пота коснулся на его носу, чуть-чуть не достал. Сразу тебя еще ужалил. То есть, плотность боя. И, немножко я увлекся, мы сейчас конкретно перейдем к результатам. Суть-то, в общем, в том, что Василий действует всегда одинаково. И с Лопесом будет ровно то же самое. То есть, начнет в своем стиле фехтование жалить и не уходить. А как бы близко. Вот ушел-пришел, ушел-пришел сразу. То есть, травить, травить, потравливать. И просто раунд от раунда 3-й, 4-й, 5-й возрастает, возрастает, возрастает плотность. И он программирует. То есть, он попал этими ударами, такими полуточками, полуточками, неприятными. И он тебя уже программирует. То есть, он тебя потом, допустим, дернул. Ты, о, руки там поднял. Или по корпусу вставил неприятный удар. В следующий раз дернул. Ты, о, руки опустил. А он там, оп, в голову. И вот самое главное, это плотность. Что у него это действие очень высокой плотности. То есть, тебя изводит. А, соответственно, раунд там 6-й, 7-й, начинает еще и по кругу заходить. В последнем бою не хватило сил на это, да? Против британца. Люка Кэмп была. Не хватило, не хватило. И это тоже тема отдельного разговора. Почему не хватило и хватит ли в этот раз? Ну, короче, это его стиль. Теперь, как будет действовать Теофима? Очень многие гадают, что и сам Теофима напускает туман. Он такой, вшшшш, я, может быть, пойду как Солида. И такие люди думают, как Солида? Это бить ниже пояса? Или как Солида? Это просто идти вперед, да? Там, я буду действовать как, там, кто угодно. Как этот Андре Уорд, как тот, как все. Теофима Лопес будет действовать примерно, как всегда, исходя из своего стиля. То есть, он, несмотря на то, что он более крупный и мощный, он будет работать вторым номером. Он станет свою эту стойку, такую развернутую, ноги поставит на одну линию и будет работать левой рукой. Может, будет чуть-чуть подавливать Василия, но без фанатизма. Но он не будет рваться в атаку. Он постарается именно на скоке Василия, он еще на несколько сантиметров повыше, постарается именно Василия встречать, как бы, его, да? То есть, как Василий вокруг него кружит, а он обороняется таким образом. И попытается его, короче, поймать на удар. Вот и все. И тут мы переходим к самому главному. А понятно, кто как действует, но не окажется ли так, что Теофима Лопес раз из своей вот этой вот, за счет там покрупнее, помощнее, повыше, что взял и переджебил Василий, допустим? Или как-то раз-два вроде все хорошо взял и как этого Коми поймал его на удар? Невероятно. Не окажется ли такое? У меня ответ на этот вопрос довольно однозначный. Ну, как бы, понятно, что это бокс. Если бы не было интриги никакой вообще, мы бы с вами просто не смотрели бои, потому что зачем их было бы смотреть, если уже все понятно. Но, реально, на канале у меня есть видео, называется 3D защита Василия Ломаченко. По Василию Ломаченко попасть практически невозможно. Потому что его стиль предельно защитный. Его защита идеальная. Я считаю, что она лучшая в мире, возможно, за всю историю бокса. Я считаю, она даже круче, чем у Майвезера, если не считать высокий расход энергии. И, казалось бы, Василий вроде большая плотность боя. Вроде он идет вперед. А более круто, когда ты делаешь все то же самое, но еще и назад утекаешь. Но, вы понимаете, что он идет вперед не по прямой, а он идет вперед, он заходит. То есть он постоянно рыскает, как бы. То есть он вокруг вас, как, знаете, вот нехорошая тема, вот эти ракеты всякие там, которые вот сейчас летают, они там гордятся, что нельзя их ПВО, не работает. Что они летят не так вот, а летят вот по таким вот этим непонятным, как бы, траекториям. Вот так же, как голова Василия. Лицын с первого дня табору, здається, проводив, ренгував, брал. Василя Ломаченко до поединку с Кембеллом. Всі вони, звичайно, были вы... Василя, деякі з цих хлопців... То есть он вас атакует, но он постоянно, как бы, смещается, в том числе в атаке. То есть он даже в ударах своих, в атаке, он все равно, у него голова 3D. То есть вверх, вниз, назад, вперед, вправо, влево. Все направления. И его зацепить практически невозможно. Даже большому мастеру. Это невероятно трудно. Но самое главное, и секрет, я бы сказал, этого прогноза. Посмотрите, как хорошо смотрелся Теофимо Лопес с Коми. А это реально страшный боксер был Коми. Посмотрите его спарринги, когда он стоит с Угасом, Йорденнисом из Кубы. Который весь Эрла Спенса боксирует. Я думаю, он бы Василия, скорее всего, ну, разбил бы прям, ну, без шуток. Еще он стоит с другими ребятами, огромными, серьезными. Теофимо Лопес. И он показывает, с ними конкурентный бокс. Это невероятно. Но что их всех объединяет? Там же реально Угас, это машина. Это жуткий тип Угас. Посмотрите его бои. Вы вообще выпадете. Посмотрите, как он Шона Портера, что он с ним сделал. Посмотрите. Так вот, что объединяет всех этих боксеров страшных, с которыми хорошо Теофимо боксирует? Их всех объединяет. То, что они все мощные, но они неподвижные, как и Теофимо. Василий Ломаченко, это будет первый подвижный противник в карьере Лопеса. У него не было таких противных, противных подвижников, таких подвижных противников никогда. Вы понимаете, что это огромная разница? Попасть так вот, зацепить навстречу Коми, невероятно жесткого, который в несколько раз жестче Василия. У него качество удара, я считаю, выше, чем у Василия. Но он стоячий. Он как бы стоячий боксер достаточно. И зацепить Василия, который 3D, у него вот эта голова, перемещается по всем направлениям. Да его ты вообще не зацепишь практически. Эта вероятность, она вот такая вот, вообще, микроскопическая. Поэтому, я считаю, здесь все предопределено. Понятно, мы уже обсудили, как Василий будет действовать. Просто раунд от раунда его потравливать, наращивать темп. И понятно, как Лопес будет действовать. Как вот так вот с системой ПВО крутиться, левая рука пытаться его контрить. И это у него не получится, потому что Василий ноги у него принципиально лучше, чем у всех предыдущих соперников Лопеса. И у него как бы ничего не выйдет. То он проиграет в ноль. Тут есть два вопроса, любопытных. Скажем так, бой-то закончится все же по очкам. Победы Василия разгромлены. И досрочно. Есть два ответа. Первое. Нам нужно знать, в какой форме находится Василий Ломаченко. Потому что в последних боях, и это факт, я считаю, у него было видно снижение формы. Это одновременно. И он менее энергично стал с Люком Кэмпбеллом. Это не то, что я там услышал от каких-то журналистов. Но я это вижу. Что он меньше потратил энергии на ногах, чем обычно. Меньше у него энергии. И травмы как бы идут. Это явно признак. Но в боксе есть способы, как повысить свою форму. Даже, кстати, легальные способы. Но чтобы нам знать, он ими воспользовался или нет, надо знать инсайдерскую информацию. У меня, если он форму повысил свою, как у него там прошлое, хотя бы как два года назад, то это будет досрочная победа. И я даже знаю, ну не то, что знаю, я не ванга, но я уверен, каким она будет ударом. Не хочу показывать. И я хочу просто, если бы я вам сейчас рассказал все сейчас, это видео, оно уже больше 10 минут, то многие бы просто пролистали, а потом бы, допустим, так и случится, а вы как бы, ну даже не узнаете, да? Вот, скажут, о, он там так победил, да? А вот. Поэтому я отдельное видео запишу про форму. У меня нету инсайдерской информации, но я кое-что заметил насчет его формы. Даже по его лицу, как ни странно, определил кое-какие моменты. И это будет отдельное видео. А второе, я хочу с вами поделиться мнением, какая это будет победа. Досрочно или, ну, скажем, всю дистанцию бой пройдет, и если досрочно, то каким ударом конкретно? А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Напоминаю вам про бонус от пари-матч в первом закрепленном комментарии. До новых встреч, друзья. Тушу камеру.